В эфире служба новостей Саров, 24 студии, Константин Перевозчиков. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. Компания Саров Инвест заняла вторую строчку в региональном рейтинге единого реестра застройщиков по итогам первого квартала 2019 года. Автокресло детям. Сотрудники госавтоинспекции и школьники провели профилактическую акцию. День Че. В молодежном библиотечном центре прошел городской конкурс по чтению вслух. Далее расскажем обо всем подробнее. На заседании планово-бюджетного комитета депутаты заслушали отчет о деятельности контрольно-счетной палаты за 2018 год. Многие показатели были уже известны народным избранникам, поскольку специалисты КСП неоднократно выступали с докладами о выявленных нарушениях. Наши выводы. Исполнение бюджета города происходило в соответствии с бюджетным законодательством и решениями городской дома. Работа администрации в целом направлена на повышение эффективности бюджетного процесса. В большинстве случаев отмечается позитивное отношение объектов контроля к проводимым палатой контрольным мероприятиям. Наряду с достижениями в организации бюджетного процесса имеются недостатки в качестве управления, приводящие к неправомерным и неэффективным расходам бюджета. В прошлом году при проведении проверок к административной ответственности привлечено одно должностное лицо. К дисциплинарной – пять. К другим новостям. Компания «Саров Инвест» поднялась на одной из лидирующих позиций по объему ввода жилья в Нижегородской области в первом квартале 2019 года, заняв второе место в региональном рейтинге единого реста застройщиков. С начала года компания сдала в эксплуатацию более 17 тысяч квадратных метров жилья. Опережает саровского застройщика только нижегородская компания «Анкудиновка». В начале 2019 года введено в эксплуатацию шесть многоквартирных домов жилого комплекса «Саровская ривьера». Это более 17 тысяч квадратных метров жилья. Компания «Саров Инвест» заняла вторую строчку в региональном рейтинге единого реста застройщиков по итогам первого квартала 2019 года. В 2018 году компания «Саров Инвест» в соответствии с постановлением администрации города Сарова ввела в эксплуатацию четыре многоквартирных жилых дома. Это три дома в жилом комплексе «Саровская ривьера» на берегу реки Сатис и 14-этажный дом на проспекте Музруково, дом 39. Фактически в конце 2018 года компания «Саров Инвест» введено было в эксплуатацию еще шесть домов в жилом комплексе «Саровская ривьера» в соответствии с заключениями государства архитектурно-строительного надзора. Таким образом, в 2018 году компания ввела в эксплуатацию 10 многоквартирных жилых домов. Общий объем жилищного строительства составил 33 тысячи квадратных метров. Это рекордный показатель для Сарова и третье место в рейтинге строительных компаний Нижегородской области наравне с такими компаниями, как «Столица Нижний» и «Жилстрой НН». Кроме рекордных объемов ввода новостроек, высоко оценены качество застройки и благоустройство от компании-застройщика «Саров Инвест». В прошлом году проект жилого комплекса «Саровская ривьера» выиграл конкурс регионального правительства в номинации «Инвестиционный проект года в сфере жилой недвижимости». На данном этапе компания «Саров Инвест» осуществляет работы по строительству набережной реки Сатис от плотины на улице Садовой до понтонного моста в районе улицы Кутузова. Когда новая набережная будет для нас доступной и станет ли она единой пешеходной зоной от Красного дома до плотины, об этом смотрите в наших ближайших выпусках. Министерство труда России разрабатывает поправки к законодательству, которые увеличат ежегодный оплачиваемый отпуск россиян на один день для прохождения диспансеризации. В соответствии с ними жители страны в возрасте от 40 лет могут получить освобождение от работы на один день для медицинского обследования. Если ранее каждый работающий россиянин мог проходить диспансеризацию раз в три года, то с мая этого года россиянам старше 40 лет рекомендуется проходить медосмотр ежегодно. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 21 и 23 мая в кадастровой палате региона пройдет горячая телефонная линия по дачным вопросам. Что можно строить на садовых участках? Как прописаться на даче? Нужно ли платить налог за теплицы? Что признается самостроем? Как перевести садовый дом в жилой и наоборот? Ответ на эти и другие вопросы можно будет получить позвонив по телефону 8 831 422 17 77. Горячая линия будет работать с 9 до 15 часов. Глава города Александр Тихонов проведет личный прием граждан. Он пройдет 31 мая в здании Городской думы и администрации. Записаться на встречу можно по телефону 9 777 73. Дорожно-эксплуатационное предприятие приглашает на работу. Требуется водитель автомобилей, дорожные рабочие, автоэлектрики и уборщики территорий. Заработная плата уборщиков начинается от 12 тысяч рублей. Водители, дорожные рабочие и автоэлектрики получают от 20 тысяч. Более подробную информацию можно узнать по телефону 9 92 14. В нашем городе проходит профилактическая акция «Автокресло детям». Сотрудники госавтоинспекции проводили беседы по безопасности дорожного движения на родительских собраниях и уроки безопасности в образовательных учреждениях. Совместно с учениками 14-й школы «Стражи дорог» организовали флешмоб и напомнили автомобилистам о необходимости использования автокресел при перевозке юных пассажиров. Ученики 14-й школы подготовились к акции серьезно, нарисовали яркие плакаты, изучили зажигательный танец, надели специальные светоотражающие жилетки. Ребята будут раздавать водителям специальные памятки и напоминать о том, что маленьких пассажиров необходимо перевозить в автокреслах. Мы хотим вам учить буклет, как правильно пристегивать ребят. Спасибо вам огромное. Учту. Глеб Сухоруков и Влад Гиньков – лучшие друзья. Ребята заканчивают 4-й класс, ведут активный образ жизни, занимаются спортом и с радостью соглашаются на участие во внеклассных делах. Школьники стараются не ограничиваться успехами в учебе и достижениями в любимом спорте. Совершить полезное дело, по мнению мальчишек, это тоже победа. Акция о том, что водители должны соблюдать правила, и чтобы они об этом не забывали, мы раздаем им листовки. Безопасность участников акции обеспечивает патруль ДПС. Выходить на дорогу школьникам разрешается только тогда, когда автомобиль полностью остановится. Сами ребята тоже прошли инструктаж по технике безопасности перед началом акции. Сегодняшняя акция о том, что надо правильно пристегивать детей в транспортном средстве. И мы водителям говорили о том, что когда ребенок ездит в транспортном средстве, вы должны его правильно пристегнуть, чтобы избежать нечастных случаев. Не устанавливать детское кресло на переднем сидении, не покупать удерживающее устройство на вырост и следовать инструкции по эксплуатации. Эти и многие другие правила перевозки детей написаны в буклетах, которые получили автомобилисты из рук ребят из 14-й школы. Акция «Автокресло детям» призвана снизить статистику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. На территории Нижегородской области наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними. И 60% всех дорожно-транспортных происшествий происходит с детьми и пассажирами. В течение недели, которая отведена на профилактические акции по снижению детского дорожно-транспортного травматизма, сотрудники ГИБДД проводят беседы со школьниками, воспитанниками детских садов и их родителями. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Всемирная паутина прочно вошла в жизнь каждого современного человека. С ее помощью мы работаем, покупаем товары и услуги, получаем необходимую информацию, общаемся с друзьями и близкими. По статистике, каждый второй житель планеты хотя бы раз в день заходит в сеть. Каждый год, 17 мая, все пользователи Всемирной паутины отмечают день рождения интернета. В этом году ему исполняется 28 лет. Благодаря Всемирной паутине люди со всех уголков земного шара могут общаться друг с другом, невзирая на разделяющие их расстояния. Мы можем, не выходя из дома, совершать покупки, оплачивать счета, можем слушать музыку, смотреть фильмы, читать книги онлайн. Мы можем знать все события, которые в эту минуту происходят в мире. Сегодня, в день рождения интернета, мы решили выяснить, часто ли саровчане им пользуются, для чего, и представляют ли они вообще свою жизнь без интернета. Пойдемте выяснять. Да, часто. А для чего вы его используете? Для общения с людьми. Для общения, для поиска какой-то информации. Да, я пользуюсь интернетом постоянно. Для определенного заработка, для поиска информации тоже, да. А вы представляете жизнь без интернета? Вот я не представляю жизнь без интернета, вообще никак. Ну, уже повсеместно используется интернет, потому что, наверное, без него дальше нельзя будет. Я без него жить не могу. Вы пользуетесь интернетом? Нет. А вы знаете, что это такое? Знаю, но не, не пользуюсь. Ну, общение в основном, либо что-то найти, какие-то рецепты, расписание автобусы, то все, что угодно. А вы представляете свою жизнь без интернета? Нет. Не представляю. Ну, потому что я планирую там работать активно. И это будет моя деятельность. Сегодня день рождения интернета. Часто его используете? Постоянно, каждый день. А для чего? Для работы. А вы представляете свою жизнь без интернета? Да, легко. Почему? Потому что человеческое общение гораздо дороже, чем и виртуальное. Спасибо большое. А вы пользуетесь им вообще? Чем? Интернетом. Да нет, у меня преклонный возраст. А вы вообще представляете, что это такое? А представляешь свою жизнь без интернета? Ну, сейчас уже, наверное, нет. Ну, что ж, сегодня мы выяснили, что большинство саровчан все-таки активно используют интернет. Хотя могут представить свою жизнь без него. Но все-таки не стоит отрицать, что интернет сегодня – это важная и неотъемлемая часть нашей жизни. С днем рождения, всемирная паутина! Екатерина Опенова, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Юное дыхание музыки. В Доме ученых прошел концерт учеников детской школы искусств Олега Корчегина и Николая Сезонова. Свой творческий путь музыканты начали еще совсем в юном возрасте. Сегодня они выступают на престижных творческих фестивалях, где завоевывают самые высокие награды. Лауреаты всероссийских и международных конкурсов представили зрителям свои сольные программы. До выхода на сцену остались считанные минуты. Педагог детской школы искусств дает последние напутственные слова своему ученику, подающему надежду юному пианисту Олегу Корчагину. У Валентины Дмитриевны огромный опыт в воспитании талантливых музыкантов. За годы работы она вывела для себя формулу успеха пианиста. Это природные данные, помноженные на старания и заинтересованность родителей и педагогов. Это моя жизнь, и, вероятно, детям все-таки передается. То, что я без этого не могу. И все дети играют, у кого больше-меньше способностей, но они играют с удовольствием. Олег Корчагин начал играть на фортепиано совсем юным мальчишкой в 6 лет. Знакомился с инструментом постепенно. Сначала играл под присмотром мамы или педагога, позже стал заниматься самостоятельно. Потом было множество выступлений на городских концертах, престижные конкурсы и премия «Новые имена». Его увлекает очень музыка. Он очень музыкальный. И на сцене он очень обаятельный. Он музыке отдается. Справиться с волнением перед выходом на сцену сложно, признается Олег. Для того, чтобы быть уверенным в своих силах, пианист занимается каждый день и упорно готовится к каждому концерту. Сначала в классе занимаюсь, отрабатываю сложные места, потом в зале играем, потом на репетиции приходим. Больше всего Олег любит исполнять токаты. Это быстрые и четкие инструментальные пьесы, предназначенные для клавишных инструментов. В получасовую сольную программу юного музыканта вошли произведения российских и зарубежных композиторов. Бах, три сонаты, потом три этюда и голынин танец, потом три пьесы и две токаты. Во второй части концерта выступил выпускник детской школы искусств по классу аккордеона Николай Сизонов. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. В Сарове впервые прошел день Че. В рамках нового проекта в Молодежном библиотечно-информационном центре взрослые соревновались в выразительном чтении слух. Они читали отрывки из произведения Нарина Абгарян, Семена Андреевича, «Летопись в каракулях». В конкурсе приняли участие более 20 горожан. О том, как проходил старт проекта «Почтение вслух», расскажем далее. В этом году на смену чемпионату «Почтение вслух. Открой рот» пришел проект «День Че». Авторами и организаторами нового конкурса стали сотрудники Молодежного библиотечно-информационного центра. Главная особенность проекта – участники могли подготовиться к выступлению. Название произведения они знали заранее. Для первого конкурса организаторы выбрали «Летопись в каракулях» Нарине Абгарян. Книжка легкая, предложение короткое, читается очень хорошо, а потом я смотрю, как дети реагируют. Они живы, они смеются, пихают друг друга, потому что ситуация узнаваемая. Конкурсанты читали отрывки из книги о жизни пятилетнего мальчика, которого в семье называли Семен Андреевич. Жизненные ситуации, описанные в повести, были хорошо знакомы всем – и взрослым, и детям. Поэтому зрители собрались от мала до велика. И даже в состав жюри организаторы включили школьников. Что приятно, смотрите, публика разношерстная. Есть дети маленькие совсем, дети постарше, есть мамы, папы, целыми семьями участвуют у нас в конкурсе, есть бабушки, что тоже приятно. Какой именно отрывок придется читать в день чек, конкурсанты выбирали методом жеребьевки. В первой пятерке оказалась Олеся Торбина. Девушка призналась, что было интересно проверить свои способности читать перед публикой, но волнительно, хотя дома тренировалась. Один раз я ее прочитала, и дома именно читала вслух, потому что чтение про себя – это несколько иное. Организаторы разрешали применять дополнительные реквизиты, сделать свои выступления театрализованным, чтобы погрузить зрителей в атмосферу детских игр и переживаний. Но конкурсанты передавали эмоции и чувства персонажей только голосом. Познание окружающего мира маленьким мальчиком и его восприятие обычных для взрослых вещей уже интересным. Мне показалось, что мальчик очень серьезный, для пяти лет он так рассуждает. Ну, не по-детски, может быть. Ну, по крайней мере, мои дети так не рассуждают. Может быть, кто-то – да. На конкурсе оценивали выразительность чтения, оригинальность и артистичность исполнения. Жюри выставляли оценки по пятибальной системе. Елена Крецкова, Атемия Глазкова, Сергей Рябов, Служба новостей и Саров, 24. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Субтитры создавал DimaTorzok